Известный меценат, краевед, спортсмен и художник. Его называли Человек-оркестр. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения самарского купца, легенды о котором выходили за рамки губернии Константину Головкину. Взять хотя бы его знаменитую дачу со слонами. Это знаковое место для жителей Самары и памятник архитектуры федерального значения. Уникальная усадьба, выполненная в стиле модерн, обрамленная панорамными окнами и двумя большими скульптурами слонов. В этом году в ней начинают реставрационные работы. Мы убеждены в том, что слоны как один из символов старой Самары должны быть максимально востребованы. Это то, что называется брендирование нашего города. В этом году мы установим памятник Константину Головкину. Определились сегодня, что скорее всего это будет на Ленинградской улице. Соорудить слоников из подручных материалов смогут и самарцы. Тематические площадки, посвященные купцу Головкину, откроют на ежегодном фестивале Волга-фест. Лейтмотивом которого в этом году будет движение навстречу. На Самарскую набережную приедут гости из Поволжья. Основной площадкой станет пляж. Вернут и полюбившихся горожанам желтых слонов, которых в этом году можно будет раскрасить в любимые оттенки. Волга-фест славится такими классными, продуманными семейными активностями, где можно поучаствовать по разным направлениям в каких-то мастер-классах, что-то сделать. Мне кажется, что это может быть одной из ярких площадок. Это будет некое пространство, где можно будет прожить некоторые виды жизни и активности, которым занимался Головкиным. Помимо этого, к юбилею купца в городе планируют ряд событий. Выставку его картин представят в художественном музее. Запланированы также велопробег и регата. Есть идея ввести областную медаль имени купца Головкина за развитие науки и культуры региона. Общественники надеются вручить их в день юбилея Константина Головкина в конце декабря в здании фабрики кухни, где должен открыться самарский филиал Третьяковской галереи.